Друзья, сегодня мы хотим рассказать вам об 11 первых признаках тромбоза вен, которые помогут вам своевременно обнаружить эту опасную болезнь. Это поможет вам не допустить ее развития и вернуть здоровье своим венам. Тромбоз вен – это серьезное состояние, которое может возникнуть, когда образуется тромб или сгусток крови внутри вены. Если тромб начинает двигаться по вене, он может заблокировать кровоток в других частях тела, что может привести к различным осложнениям. Важно знать и уметь определять первые признаки тромбоза вен, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить серьезные осложнения. Каковы признаки болезни? Тромбоз вен не всегда выражается в симптомах, напрямую связанных с венами. Многие признаки кажутся совершенно не связанными с тромбозом. Но на практике именно по ним часто удается распознать тромбоз в самом начале его развития. Итак, первый типичный признак – это боль и дискомфорт в ногах. Особенно часто эти ощущения возникают в области голени. При этом они не всегда связаны с усталостью или нагрузками. Второй признак – отеки. Отекшие ноги, особенно в области голени и ступней, могут указывать на тромбоз вен. Конечно, это не специфичный признак, ведь отеки также часто возникают при заболеваниях сердца или почек. Симптом номер три – повышение температуры в области поражения. Если вы ощущаете в ногах приливы тепла или чувствуете, что какой-то участок ноги теплее других, то это может указывать на воспаление, вызванное тромбозом. Четвертый признак – покраснение. Это заболевание может привести к выраженной красноте кожи в области поражения. Ощущение сжения и покалывания в ногах – еще один распространенный симптом тромбоза вен. Признак номер шесть – необычная усталость. Если вы постоянно ощущаете усталость в ногах и затруднения при ходьбе, даже при незначительных нагрузках и небольшом пройденном расстоянии, то это явный признак проблем с венами. Седьмой симптом тромбоза – это чувствительность к касанию. Кожа в области пораженных этой болезнью вен может стать более чувствительной к касанию. Признак номер восемь – синюшность кожи. Тромбоз вен может проявиться синяками в области поражения. Начинается все с отчетливого синего рисунка вен, который проступает сквозь кожу, а затем появляются и непосредственно синие пятна. Девятый признак – так сразу и не свяжешь с тромбозом. Это боль при дыхании. Тромб в ноге может привести к болезненным ощущениям при дыхании, поскольку все вены участвуют в системе кровообращения, а значит и доставки кислорода к органам, включая легкие. Десятый симптом – повышенная температура тела. Тромбоз вен со временем приводит к ощущению общей слабости и повышению температуры. И последний, одиннадцатый признак – это головокружение и тошнота. Если эти ощущения появляются часто и не связаны с другими явными причинами, стоит проверить вены на наличие тромбов. Каковы факторы риска развития тромбоза? Помимо знания симптомов болезни, важно понимать, что приводит к ее возникновению и как этого избежать. Многие из перечисленных факторов влияют и на скорость развития тромбоза. Поэтому исключить их полезно даже, когда болезнь уже появилась. Физическая неактивность – первый фактор тромбоза. Длительное сидение или стояние может значительно увеличить риск развития этого недуга. Ожирение – избыточный вес оказывает дополнительное давление на вены, что также увеличивает риск тромбоза. Мы знаем, что вы следите за своим здоровьем. Надеемся, что наши видео помогли решить многие проблемы. Обратная связь – наша главная награда. Мы внимательно читаем ваши комментарии и учитываем их при подготовке новых видео. Подписывайтесь на канал и комментируйте! Беременность. Из-за увеличения объема крови в организме, а также из-за изменений уровня гормонов, беременность может увеличить риск тромбоза вен. Прием гормональных препаратов. Контрацептивы и заместительная гормональная терапия могут увеличить риск. Что делать для профилактики болезни? Во-первых, как можно больше двигайтесь. Это поможет улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза вен. Во-вторых, следите за весом. Его контроль поможет снизить нагрузку на вены. В-третьих, если вы должны долго сидеть или стоять, сделайте перерыв и несколько упражнений для ног, чтобы исключить их длительную неподвижность. В-четвертых, следите за состоянием кожи. Если вы заметили отек или красноту на ногах, незамедлительно обратитесь к врачу. Современный метод ультразвукового исследования позволяет быстро и точно диагностировать тромбоз вен и определить местоположение тромба. Раннее обнаружение и лечение этого недуга – важные факторы для предотвращения его осложнений. Поэтому необходимо знать первые признаки заболевания и принимать меры по его профилактике, чтобы сохранить свое здоровье. А как вы следите за состоянием вен? На что обращаете внимание в первую очередь? Было ли это видео для вас полезным? Расскажите о нем своим знакомым и обязательно подпишитесь на канал. Мы стараемся донести полезные и доступные рецепты народной медицины до каждого, кому они помогут.